Сейчас мы будем смотреть обзор Дориана Грея, трэш-обзор фильма «Капкан. Кракозилий Торнадо». Ладно. «Капкан» я смотрел, и он мне достаточно понравился. А, ну да, да-да-да, дисклеймер мы читали. Буквально недавно на канале вышел обзор на финальную часть «Озеро Страха». И, казалось бы, с фильмами про чемоданов покончено. Но крокодил там плавал. В августе 2019-го в кинотеатрах стартовала очередная вариация камерного триллера про выживание, где главным злодеем выступает аллигатор. Фильм обзавелся каким-никаким бюджетом в 13 лямов баксов, ну а главные роли сыграли вот эта вот мадама из фильма «Бегущий в лабиринте» и самый меткий стрелок из военной драмы «Спасти рядового Райана». Моя надежда, а не отборожь. Режиссером картины выступил Александр Ажан, на счету которого есть как хорошие фильмы, так и лютый шлак. Э, «Пиранья 3D» ты за ш... «Пиранья 3D» почему шлак-то полный? «Пиранья 3D» лучший за ухор. Ну, на данный момент, лично по моему мнению, так как... «Пиранья 3D» это самый мой единственный любимый зоу-хоррор, наряду с Комодо и Динокрогом. Давайте посмотрим, переплюнет ли этот фильм по качеству постановки и сюжетов всеми нами любимую франшизу о чемоданах. Блядь, да конечно переплюнет, о чем я только говорил. Капкан. Фильм стартует в бассейне, где нас знакомят с главной героиней по имени Хейли. Она пловчиха, и картина с первых же кадров решает показать ее скилл. Хейли пытается почесать спину, пробует на вкус воды из бассейна, говорит взглядом своей соперницы что-то вроде... Тебе хана, сучка. А после происходит это. Естественно, Хейли проигрывает, но тем не менее, данное вступление дает нам понять то, что с плаванием она на «ты», и эта способность пригодится ей в дальнейшем. После проигрыша и мотивационного флэшбэка с батей, альфа-хищница топает в раздевалку. И там с помощью приложения «Синим Эд» подбирает себе кинцово для просмотра на вечер. Ну а что с «Синим»? Ага, то есть она хочет посмотреть обзор... Ой, не обзор, а фильм «Озеро Страха». Так, реклама. Ссылку на приложение можно найти в описании. Привет, как дела? Я все утро пытаюсь до тебя дозвониться. Извини, поздно легла. Это она серию фильмов «Озеро Страха» допоздна смотрела. Да-да-да. А лучше бы... Нет, не «Озеро Страха», а «Пираний» насмотрелась. В общем, Хейли звонит ее сестра Бет. И звонит она не просто так, а чтобы донести до зрителей важную сюжетную информацию. Первое – это надвигающийся ураган пятой категории. Второе – их папаня уже полдня не берет трубку, а там как бы непогода, и сестричка переживает за батя. Ну а третье – в ходе разговора выясняется то, что маман и папан в разводе. Их общий дом на продаже, ну а Хейли с батей не общается. В общем, чистой воды драма. Но тем не менее, сюжет надо двигать, и несмотря на разногласия с отцом, альфа-хищница все-таки отправляется его искать. Я акула-туруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруру но этот обзор я думаю будет получше чем пирамид чем пираний просто потому что пираньи обзор на пираньи конечно был жаль что но это я думаю что что реально будет смешно помните же еще мой ролик про то где я делал акцию на кино киллера на обзор первых хэллоуин описание вот ссылочка будет в описании я оставлю и там посмотрите там этот обзор меня дико размешил меняется точнее этого смея я там в этом обзоре смеялся и по радио начинает вовсю кричать о приближающемся шторме тем самым нагоняя атмосферы и жути ведь все эвакуируется на главгероиня наоборот едет в самый замес если вы попали в зону эвакуации срочно выбирайтесь мы боюсь мы не сможем вас спасти покатавшись хели добирать блин что страшные мысли меня она напрягли не 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 я не проект я не про обнаженку я имею ввиду про что-то страшное вспомнили до дома своего папки и здесь блин так не скажешь что фильм сша будто был снят будто знаете в россии прям сидят был на знакоме с новым персонажем по имени булка отца нет а булка здесь он бы ее не бросил мне милое такое имя собачку чпокнуть хочется город весь как будто вымер вообще никого да хейли снова вызванивает бет и сестрички вновь передаются воспоминаниям альфа просматривает старые фотки ловит сопливые флешбеки и сознатель и по максимуму старается раскрыть главных персонажей чтобы потом знать ну мац и их историю чувства мы могли им сопереживать но здесь есть одно но показывая нам взаимоотношения отца и дочки сценаристы совсем забывают про третьего персонажа пробоку что ли а как же я в киеве 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 гладкий поезда посадите до них а она будто поиска ребят на этот канал и я думаю пишите что подпишитесь уже на канал до 30 подписчиков осталось чуть-чуть а в полке нам вообще ничего неизвестно мы знаем лишь то что она сучка и как ее зовут сучка ну ладно 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 это я ничего не я ничего не пропагандирую просто говорю что смешно так а чё а чё ты хотел то от собаки блин собака она и есть собака где грустная предыстория собачки или за нее переживать не стоит так как негры и песики всегда помирает первым эээ собачку я собачек надо переживать блин вот я фильм реально переживался за булочку блин имя у нее такое милая булка хотя странно почему ее так назвали ведь она не пухлая ничего а такие имена а такие клички животных дают тогда из-за того что они типа кажутся пухленькими здесь определенный косяк фильма но к этому моменту мы еще вернемся а пока да чё ты до собаки копался собака она ест собаку чё ты пристал хейли в поисках бати уже мчит в их старый общий дом тот самый который продают из-за развода ее родителей а тем временем за окном херачит дождь и нагоняя атмосферы блин реально ребята так и не скажу что фильм реально в сша был снят такое ощущение что как будто в россии блин это снимали все булки явно такой репертуар заходит и она просит блин ребят дуэль подпишитесь у меня пожалуйста сделать погромче по итогу парочка приезжает к дому хейли рядом с ним видит машину папки а это значит он здесь логично дамы заходят в дом альфа-хищница топает искать батю ну а булка просто в ахуя от того что ее привезли в эпицентр шторма ты серьезно что ли думай мне эти глазки строить а то увидит перед укрот и видит собачка видимо понимает то что с таким сыщиком как хейли они тут застрянут надолго и поэтому бежит искать хозяина сама взяв след у входа в подвал хейли глядя на булку тоже встает на четвереньки и решает погавка и начинается новые поиски только уже блин не смутил этот момент почему собака не спустилась вместе с хозяйкой ведь как мы все знаем собачки же они всегда привязанная хотя лучше пусть бы не хотя лучше бы не спускалась потому что если вы ее сожрали бы я бы устроился думаю как и вы тоже преодоление препятствий кстати а вы смотрели фильм капкан и как он вам напишите в комментариях блин я даже не представляю как там воняло ребят кто сейчас ест и смотрит это видео то пожалуйста отложите еду либо выключите этот ролик пройдя нелегкий путь хейли да неужели находит батю мягко говоря не лучше в виде нажрался наверно бухну прибухнуть не с кем было вот он с аллигатором и решил бахнуть а потом да а потом подрались и потом аллигатор победил что получилось папа боюсь он тебе не ответит осмотрев папаню альфа замечает огромный я что говорил вот батя и с аллигатором и бухнул рваный вкус на предплечье и до нее доходит то что батя ей действительно не ответит тогда хейли решает отвезти папаню в больницу и для простоты перемещения укладывает его на плащ палатку что правильно ну а далее происходит это ох уж это эпичное появление чемодана хейли х да чё вы всех крокодилов и аллигаторов чемоданами называете нет я ничего не имею против просто ну чё ну чё блин а зачем блин тогда комодских варатов я буду называть зубастыми комодами хватает батю и прёт его обратно если что про комод я имею ввиду мебель туда где взяла по дороге она естественно просирает телефон ну а чемодан естественно не бросается на героев и лишь медленно идет и рычит так это понятно почему ведь аллигаторы они медленные на суше а вот когда в воде туда хотя аллигаторы в принципе не агрессивные и крайне редко нападают на людей ну да вот кстати это самый главный косяк фильма почему интересно в этот фильм завезли именно что аллигаторов а не крокодилов просто потому что крокодилы намного чаще нападают на людей а аллигаторы редко так что сценарий фильма это один большой грех ну да ладно таким вот нехитрым образом блин меня там напугал взгляд батя нападает на людей так что сценарий фильма это один большой грех ну да ладно блин героев и лишь медленно идет и рычит хотя аллигаторы в принципе не агрессивные и крайне редко нападают на людей так что сценарий фильма это один большой грех ну да ладно блин вы посмотрите на этот взгляд как будто батя знаете ли уже начал оживать но уже стал но у него как будто сатанав сам сидел с таким вот нехитрым образом формируется территория чемодана и безопасный участок для героев где они будут спокойно блин жёг что я мало знаю на вокал потом походить и накуковать полфильма если вас интересует где сейчас булка то вот ответ ха-ха-ха всё сгибалась да собачка угнала машину хейли и уже на полном ходу оттуда сваливает типа во хер вам сами то разбирайтесь хотя а она об этом всего лишь мечтает значит булка по прежнему дома и шкерится наверху блин ребят я назову этот ролик знаете как реакция на то и на грани обзор фильма капкан плюс милые глазки собачки но внизу очухивается батя он рассказывает хейли о том что чемодан приполз сюда по дренажной трубе со стороны озера страх ну а далее начинается типичный ну как еще внизу очухивается батя он рассказывает хейли о том что чемодан приполз сюда по дренажной трубе со стороны озера он рассказывает о том что чемодан приплыл сюда по прежней трубе которая вела в озеро страха кстати лайк плосит озеро страха я тоже смотрел кстати кто хочет обзор ставьте лайк ну я имею ввиду не мой обзор на этот фильм а кто хочет реакцию на адорина грея обзор озеро страха то ставьте лайк ну а далее начинается типичный диалог из военного фильма оставь меня и уходи нет я тебя не брошу я сказал уходи куда я пойду там чми чемодан ходит него там чемодан cam уходи перемеска даже не как а зачем тыт что здесь забыл хотел вентиляции законотποки зачем вы же 정бли уже этот дом продать вентиляцию заколачивать он приехал во время шторма блять Ладно бы утюг не выключил, тогда не хотелось бы пробивать фейспаум. Батя, немного поломавшись на такую аферу... Блин, надеюсь, что рано или поздно когда-нибудь Ажа выпустит продолжение Озера Страха, ой, Озера Страха Капкана. Есть, конечно, вторая часть есть, хотя, наверное, нету, поскольку Финта уже, фильму уже 4 года, и он, наверное, уже, ну, постареть успел за это время. Ну, хотя, в целом, почему бы Ажа не сделать продолжение просто, потому что, ну чё, фильм забрал нормальные, нормальные бабки, нормал, набрал очень хорошие, хорошие оценки от критиков, потому что я, если зайти на рот от Томбейта, ставлю реально хорошие и положительные оценки. Ну, может быть, наверное, создатели не сделали вторую часть, потому что боятся то, что это провально будет, поскольку, ну, ведь, увидя, насколько первые пираньи в 2010 году были, ну, мягко скажем так, богатые. Ну, то есть, то, что они собрали много денег. Ажа, наверное, испугался то, что к второй части Капкана придёт другой режиссёр, либо тот же Саббей, и вторая часть также провалится, и потом придётся ещё один проект закрыть. А так, по факту, не да, да, потому что они уже и так закрыли один из этих проектов, который подарил нам многим детство, который даже того, и даже года не прожил. Всё-таки соглашается, и рассказывает Хейли о том, что аллигаторы не слышат на суше, и если потихоньку на цыпочках, то, в принципе, до телефона добраться можно. Ага, а вас не смущает то, что везде грязно, и грязь может хлюпать? Альфа-хищница, услышав это, берёт свои стальные яйца в кулак и благополучно... Яйца в кулак? ...на добирается до мобилки. А теперь она той же дорогой вернётся в безопасное место и оттуда вызовет помощь, да? Хер там плава. Вот зачем ты... Аллигатор хватает Хейли за ногу, и, по идее, с ногой можно попрощаться, учитывая размер чемодана и его хватку. Но как бы не так. Ага, я там плавал. Крокодил лупит нашу мадаму в стены, видимо, любит отбивную, а после, получив пяткой в лоб, отпускает ногу. Опа! Здорово! Здорово, братан, дай дела! Молодец, покусанный ногой топает так, как будто ничего и не было. И как раз-таки после таких вот моментов сопереживать персонажем уже нет никакого смысла и желания, ведь ты понимаешь то, что эту мадам терминатора уже ничем не одолеешь. Да она в ураган с лёгкостью войдёт и вентилятор там... Блин. И вот меня смущает дико этот кадр. Так и после таких вот моментов сопереживать персонажем уже нет никакого смысла и желания, ведь ты понимаешь то, что эту мадам терминатора уже ничем не одолеешь. Блин. Вот там аллигатор уже был близок. Так с чего ты стоишь, медлишь, блин? Пираньи, блин, намного умнее были. Да она в ураган с лёгкостью войдёт и вентилятор там выключен. Что ж, остаётся волноваться только за батью и булку. А я больше забудусь волноваться. Потому что сон, где пацаны, где не особо... В общем, в ходе избиения чемодана выясняется то, что аллигаторов там как минимум двое, и Хейли будет с кем подраться в дальнейшем. Ну а пока ей удаётся сныкаться за какими-то трубами. Ну а чемодан со злостью ломает телефон. Зачем ты новый айфон убкобил? Ля ты газлина, блин. Телефон новый угандошил. У, сука! Немного отдохнув, герой с помощью переклички убеждается в том, что все живы-здоровы. И каждый из них начинает себя хилить. Хейли, выпучив глаза, перевязывает сарапку, оставленную чемоданом. Блин. Если пираньи были пошлые, этот фильм намного... Такой напряжённый и жёсткий. Жёсткий не в том смысле, что тут кроме много, а в том смысле, что герои, блин, такую боль придерживают. Это ж прям ужас. Пираньи их вообще там... Пираньи вообще там... Пираньи это вообще больше не фильм, а... А... Пардушка какая-то. Тьфу ты, простите, ребят, за выражение просто. Ну, не скажу так, что это прям... Ладно, хорош, сплошь, сплошьными шутками. Батя чинит сломанную ногу. И здесь веришь только бате. Он действительно отыгрывает боль, которую испытывает. Что не скажешь про нашего терминатора. Ну да ладно, ведь дальше, чтобы разнообразить фильмец, сценаристы подгоняют нам мясо в виде трёх мародёров. Пока Альфа-хищница дерёт глотку, господа воришки занимаются блядством, грабежом и тупостью. Но, к счастью, их лавочку закрывают чемоданы. Ага, этот кадр типа намекает на то... Фраза Дима с канала Кинокиллера. Типа я тут... Типа этот аллигатор такой говорит, Да я тут... Я типа фанат челюстей, поэтому давай, всё. Иди сюда ко мне в рот. Ну, кстати, это реально цитам челюсти. Хотя и так большинство зоохорроров, да и даже фильмов про динозавров, фильм про динозавров, больше делаются на основе... На основе челюстей и парк юрского периода. Ну, типа, ну... Ну, а... Ну, а хули вы ожидали от фильма, где присутствуют крокодилы, акулы, или те ещё данные существа, или... Что вы ожидали от фильма... От фильма с подзаголовком юрский период? Ну, явно вот не... Ну, явно этого... Ну, явно вот не этого, блядь. Но пойти на корм, это вся их роль. Убери эту сцену, и сюжет ни грамма бы не изменился. Ну, хоть чемоданы покушали. Меньше, через час подвал уйдёт, подводка. Возвращайся ко мне, что-нибудь придумаем. Не успели герои расстроиться, как на горизонте появилось новое мясо в лице двух полисменов, и один из них оказывается другом Хейли. Полицай заходит в дом, и благодаря крикам наших героев находит их в подвале. Услышав о том, что внизу в воде плавают два крокодила, он, наверное, отойдёт на безопасное расстояние от входа в подвал и вызовет помощь. Да? Блин, а чё ты так сразу подумал? У него же пистолет есть! Хер там плавал! Приём, Бит! Бит, ты меня слышишь? Ох! Тихо, Раски! У крокодилов начинается синхронный перекус. Одного полицаи жрёт на улице, ну а второго в подвале. Танцуют все! Танцуют все! Нихера! Замесно чемоданы до косточки сжирает копов. Нох! Опа! Знакомый кадр. Хейли успевает добраться до бати и настаёт... Всё-таки я ажа вспомнил старину. В это время очередных сопливых диалогов под грустную музыку. Папа не говорит то, что Хейли сильная. Альфа-хищница как-никак. И всё у них получится. Ну а чемоданы будут нагнуты. Мы с тобой покажем этим дебильным ящерицам. Вот увидишь. Далее батя вспоминает про слабость аллигаторов. Чемоданам не нравится, когда он стучит по трубам. Не будем спрашивать, как батя это понял. Возможно, когда его куснул крокодил, папа не спросил. За что? И чемодан ответил. Нехер было по трубам стучать. Ну да ладно. Ага. Или топать как слон. Это всего лишь предположение. Но тем не менее, данным фактом папка хочет воспользоваться. И пока он будет отвлекать чемодана в барабанной дробью по трубам, Хейли сможет добраться до лестницы и вылезти из подвала. Давай. Батя начинает херачить кирпичом по трубам. Чемоданы в ахуе. Ну а Хейли успешно наплывает до лестницы. Что-то она стрёмная какая-то стала. На туе. Блин, здесь бы... Здесь бы реально подошёл момент из фильма «Оно». Вот так уже лучше. По итогу Хейли осматривает территорию и замечает аллигатора у лестницы. Чемодан, видимо, караулит булку. Нет! Нет! На лестнице ли добраться? Хейли начинает выдумывать новый план. А учитывая то, что её батя как-то смог завалить одного из аллигаторов, Альфа-хищница принимает решение выплыть через трубу, по которой чемоданы попали в подвод. Я крокодил прикажу. Не буду приказать. Добравшись до трубы, Хейли... Помните же, это в обзоре кинокиллера было, когда он обозревал капкан, там был... Была эта песенка, где вот там показали вот этого аллигатора. В этом моменте. Находит мясной ассортист полицаев. И ствол, за которым её ручонки тут же тянутся. Ну а далее происходит это. Хейли буквально кормит свинцом чемодана, и тот её отпускает. Мне показалось, или она кайфанула от боли. Хотя... Да, на этом моменте я реально думал, типа, ты чё, мазохистка что ли? Какая может быть боль? Ведь дальше наш терминатор уже плывёт дальше, как ни в чём не бывало. По дороге выламывает часть решётки, типа, просто за дело. Играет в догоняшки с чемоданом. Ну а накупавшись, выскакивает из воды и бежит к дому. Блин, вот этот момент, где она плывёт по трубе, а там показывается аллигатор. Это прям, не знаю, это прям как будто напомнило мне фильм либо Челюсти 3D, либо... либо другой какой-нибудь такой фильм. Вот прям очень крутой кадр. Ажать, респект тебе. Ведь подвал уже затопило, и батю срочно нужно спасать. Ага, а он уже задохнул. Пробежала по стёклам, и пофиг. Вот это герой. Не то, что там какой-то Джон МакКлейн из Кривко-Орешки. Тряпка немощная. Ножку поранил и ныл полфильма. Сарказм. Блин, это реально кровавый кадр был, и это прям... Больно аж было, господи. Сейчас уже такое ощущение стало, как будто это я по стеклу пробежался. В итоге наша бойбаба вычисляет местоположение папки, находит монтировку, выламывает пол, и достаёт батю, который уже хлебнул водички. Давай, дыши уже, баба! Давай! Может, не надо было так сильно бить по грузии? Убить же можно было! Ай, блин! Опять эти топли! Какая нахер машина? Ты когда у дома купалась, разве не видела, что там уже всё затоплено? Ай, блядь! Улачу! Не успели! Да ладно! В общем, зубля распускать нет времени, и батя предлагает взять лодку мародёров, благо та ещё на плаву. А это значит, воришки не были просто мясом, и всё-таки повлияли на сюжет. Здесь им легко охотиться на своих сердцах. Они реагируют на всплески. Блин! Крутой тоже такой кадр был реалистичный, где там аллигатор так проплыл. Прям как будто из документалки какой-то. Будет всплескал, доберёмся. Проще говоря... Мне, кстати, ребят, кажется, то, что создатели ещё при съёмке и при создании и съёмке этого фильма использовали не только аниматронику и компьютерную графику, но, может, ещё и настоящих реальных аллигаторов. Если идти потихоньку и на цыпочках, то чемоданы тебя не засекут. Я спорить не буду и поверю бате на слово. Тем более парочек... Как, блядь, можно пройти на цыпочках? Тут максимум надо... Тут максимум либо надо под водой плыть, чтобы незаметно. Хотя нет, всё-таки под водой плыть. Это всё равно то, что если ты... Это всё равно, что если тебя с рыбой, чемоданы могут сравнить и схавать потом. Это либо надо ходить... ходить, не расплёскивая воду и не подавать признаки всплесков. И тогда всё. А если тебя заметили, то тогда надо быстро-быстро плыть! Плыть до берега! Хотя... Я даже сомневаюсь, что... До берега ты быстрее-то плывёшь, потому что от пчёл еле-еле и так быстрее. От пчёл еле-еле можно быстрее спетлять. То... А тут аллигаторы, блин, которые в воде находятся. Медленно, но верно, уже движется к лодке. Пока они идут, кто-то угоняет тачку Хейли. Ну а дальше начинает орать сирена, предупреждающая о прорыве плотины. А это значит, скоро тут будет волна. И поэтому Альфа-хищница решает ринуться к лодке вплавь. С покусанной рукой и ногой, конечно же. И тут ей как раз-таки пригодится скилл. Блин! Этот кадр меня чуть-чуть смутил, потому что серьёзно. Блин, да-да стрёмная какая-то стала аж. Здесь такое ощущение, что она... Знаете, на кого похожа? Он же на Мистера Мита из второй части. Он же на Мистера Мита 2. Игра такая есть. Пловца и прошивка Терминатора. Бррр! Я тут Альфа-хищный в дворе! Хэйли загружает булку и батю в лодку. Ну а далее происходит это. Или тут бы нажал бы фразой от кинокиллера. Но тут... Альфа-хищник, блядь. Весь фильм пытались выбраться из дома, а потом туда же и приплыли. Грррр! Хэ-хэ-хэ-хэ-хэ. Господи, бедная булочка, блин. Сколько уже перед тех... Сколько, блин, дохлюпалась водички-то? Блин, она и так уже вся мокрая. Ещё тут... И тут ещё, блин, воды дофигища, блин. Да она ж так обморожение получить может. На улице же явно... Явно не мая, месяц уже. Ещё и булку чуть не угробили. Вот и... Блядь. Водичка бушует и разделяет героев. Батю уносит в коридор к лестнице, где он находит сигнальные шашки. Ну а Хэйли отправляется на кухню. И там вот эта удача. Всплывает рабочая рация полисмена, до которой Альфа-хищница успешно добирается и вызывает помощь. А тем временем батя находит булку. А потом и происходит это. Блядь. Вот знаете, реально вот такие... Я вот правильно назвал фильм жёстким. Из-за того, что тут герои столько боли перетерпели, что мне просто не знаю. Мне не жалко их, но просто, ну серьёзно. Жёстко. Просто жёстко. Нет слов. Блин, ну слава богу, спасибо, что не булку. Кстати, кадр, где Аллигатор откусил там руку, батя, это больше похоже на кадр из какого-то фильма про динозавров. Ну... О! Из первого парка юрского периода. Помните же там раптора откусил руку Раю Арнольду? Вот это прям точно похожая сцена. А... Или не-не-не-не-не. О! В мире юрского периода там... Чш... Дельта, по-моему, там руку Вику Хоскинсо откусила, блин, когда... По сути, то же самое должно было произойти с Хейли, когда ею дважды закусили, но... Так я понимаю, почему так, потому что она молодая. Молодая, типа. А батя-то уже старый. Понятно? По нему же видно. Сценариста, видимо, виднее, как там крокодилу кусают. Кусь. Кусь. Хейли отвлекает Аллигатора и спасает батю. Действие перемещается в толчок, а это значит, здесь можно заценить новый бой Альфы и Чемодана. Here's Johnny! Here's Johnny! Хейли прячется от Чемодана в душевой кабинке, а моя рука снова тянется к лицу. Моя тоже сейчас потянется. Получается, у нас здесь не только главгероиня железная, но еще и шторка в ванной. И не надо говорить то, что это плотный пластик, и крокодилу его не пробить. Да здесь он лестницу в щепке разносил. Вообще, ты неправильно... А. Вообще, ты их неправильно сейчас уже дальше называешь. Ты уже их дальше называл крокодилами. А потом... А до этого аллигаторами называл. А тут, видите ли, сил не хватает. Хейли обманным путем заманивает крокодила в кабинку, а сама с помощью паркура оттуда сваливает, закрыв там аллигатор. Блин! И тут же мчит к бате, который уже наложил себе жгут и, в принципе, чувствует себя нормально. Ни хера себе она его подколола. Юмор чернее черного. В общем, вода прибывает, и цель героев добраться до крыши. Там... Блин, да походу батя тоже терминатор, раз... раз еще от болевого шока не подох. Вертушка как раз таки летает. Хейли хватает сигнальный фаер и бежит подать сигнал бедствия. Но вдруг, нежданно-негаданно, происходит это. Могут! Альфа-хищница остается с аллигатором один на один. Берегись, чемодан. Сейчас тебе надерут жопу. Крокодил нагнут. Хейли добирается до крыши. Там же мы видим батю и булку. Ну а после прилетает вертолетик из GTA Vice City. Для того, чтобы спасти героев. И какой же вывод можно сделать из увиденного? Собачка умнее всех. Ну а если серьезно, то фильм никакой. Посмотрел и забыл. Возьмите озеро страха, подвезите туда хороший графон. И вуаля, капкан готов. И главная претензия даже не к тупости происходящего, а к бессмертию героев. У бати открытый перелом. Ладно, пофиг, бегает как новенький. Альфа-хищницу дважды покусали. Еще и по стеклам битым прошлась. Тоже похер. С такими ранениями она крокодилу вплавь обгоняет. И тебе только из-за этого фильм не понравился что ли? Ты что, долбл ты что ли? Фильм пытается нагнать драматизм, чтобы ты сопереживал героям. Но как бы сильно они там не пускали сопли, сочувствовать им нет смысла. Ой, ну да, ну вот с этим я соглашусь, да. Потому что картина каждым своим кадром показывает неубиваемость персонажей. Вот серьезно. Блин, ну тебе что, блин, не нравится фильм неубиваемости что ли? Ты из-за этого что ли к фильму доевался? Я волновался только за собачку. Безусловно, если бы главных героев могла сожрать первой попавшейся крысы, то фильм бы закончился на этом моменте. Но это далеко не оправдание глупости сюжета. В целом, Капкан, как фильм на вечер, для просмотра вполне сойдет. Там можно подгорать с откровенно бредовых моментов. Ну а девушки, возможно, даже взгрустнут на слезливой сюжетке отношения отца и дочки. Определенно данная... Да блин, да девушки это реально смотреть не будут. Потому что сейчас женщина уже подавала что-нибудь драматичное, либо что-нибудь пошлое. Картина выигрывает на фоне того же Озера Страха. Но, тем не менее, в шедевры записывать фильм точно не стоит. Ну я его записываю даже в шедевры. Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также вы можете подписаться на группу ВК и Инстаграм. Все ссылки в описании. Смотрите хорошее кино. И всем пока. Как говорится, хороший краша. Ну что ж, ребят, обзор получился неплохой. В целом, мне все понравилось. Правда, я не согласен с мнением критика. Ну ладно. Если вам тоже понравилось, то тоже поставьте лайк, подпишитесь на канал. И всем пока.